К ней же письмо седьмое. Что ты говоришь? Ты не поставила трофея и не одержала блестящей победы? Ты не наложила на себя постоянно цветущего венка? Но не о том ли говорит вся вселенная, по всей земле воспевающая твои добродетели? Хотя сражения и состязания были устроены в одном месте, и пути твоих бегов в ресталище, и твоя борьба, исполненная вместо пота кровью, были только там, но слова о тех делах и радость за них распространилась за пределы вселенной. Ты же, желая их сделать большими и приготовить для себя больше наград, приложила к ним и венцы, рождаемые смиренно мудрем, говоря, что настолько отстоишь от этих трофеев, насколько мертвые от живых, что это слова смиренно мудрые, я лучше попытаюсь заказать тебе из того самого, что произошло. Ты изнана из отечества, из дома, оторвана от друзей, от родственников, удалилась в чужую страну. Ты не переставала ежедневно умирать, восполняя избытком своей воли то, чего недоставала у природы. В самом деле, так как будучи человеком, нельзя умереть много раз самым опытом, то ты сделала это волею. И особенно важно то, что ты, одно претерпевая, а другое ожидая потерпеть, не переставала возносить за это словословие Богу, который попускал этому случаться, равно как не переставала наносить смертельный удар дьяволу. Что он действительно получил смертельный удар, это показало он тем, что после того вооружился более сильным оружием. Вот почему и то, что было позже, оказалось более тяжким, чем бывшее раньше. Как скорпион или змея, когда получит сильный удар, поднимается, выпустивши далеко свое жало против ударившего, представляя как доказательство большой боли, порывистую стремительность против бьющего. Так точно и тот бесстыдный зверь, когда получил глубокие раны от твоей дивной и высокой души, напал сильнее и причинил большие искушения. Причинил их он, а не Бог. Но Бог попустил, умножая твое богатство. Увеличивай прибыль, доставляя более многочисленную награду, более изобильные воздаяния. Итак, не смущайся и не тревожься. Кто в самом деле когда-нибудь уставал обогащать? Кто был смущен, достигая высшей власти? Если же собирающие эти людские блага, смертные и более слабые, чем тень, и увядающие скорее, чем завялые цветы, радуются, ликуются, восторгаются от удовольствия, которое одновременно является и отлетает. И подобно течении речных потоков, то гораздо более справедливо тебе, если ты прежде была в унынии, настоящий удобный случай сделать для себя поводом к величайшей радости. Твое сокровище, которое ты собрала, неприкосновенно и достоинство создано этими страданиями, не знает смены и не ожидает конца. Оно бесконечно не пресекается ни трудностью обстоятельств, ни злоумышлениями людей, ни нападениями демонов, ни самой смертью. Если же хочешь уж плакать, то оплакивай тех, кто совершает подобное. Виновников этих зол, рабов, которые и на будущее время скопили себе самим величайшее наказание, и здесь уже получили крайнее наказание, так как очень многие презирают их, считают врагами, проклинают и осуждают. Если же они не чувствуют этого, то по этой причине в особенности жалкий и достойный слез, подобно тому, как одержимые душевной болезнью, которые необдуманно и безумно поносят и бьют встречающихся, а часто и своих благодетелей и друзей не замечают сумасшествия, в припадке которого они беснуются. Потому-то они и болеют неизлечимо, не подпуская к себе ни врачей, не вынося ни лекарств, но даже желающим прислуживать и благодетельствовать им, отплачивая противоположного рода делами. Так точно и твои враги достойны сожаления по этой причине, если только они не чувствуют столь великой своей низости. Если же они не обращают внимания на осуждение других, то им нельзя ускользнуть от обличения собственной совести, обличения неизбежного, неподкупного, не отступающего ни перед каким страхом, ни искажаемого ни лестью, ни даянием денег, ни исчезающего от продолжительности времени. Так сын Якова, сказавший отцу, что злой зверь съел Иосифа, сочинивший это прискорбное происшествие, этой маской задумавший прикрыть братоубийство, обманул тогда отца, но совести своей не обманул и не заставил молчать. Нет, она продолжала восставать против него, достойного пиять, и нельзя было никогда заставить ее смолкнуть. Действительно, тот, кто отрекся предродителем от дерзкого поступка, на который он отважился, кто не сказал о нем никому из остальных людей по прошествии долгого времени, когда никто не обвинял его, никто не укорял, никто не наступал и не припоминал о той выдуманной басне, подвергаясь опасности за свободу и самую жизнь, показал, что обвинитель совести столь продолжительное время не заставлен молчать и не укращен, говоря следующие слова. Это за грехи против брата нашего, который молился, чтобы не продавали его, горе его и скорбь души его, и теперь кровь его взыскуется от нас, бытие 42.21. Между тем, иное было обвинение, которое возбуждалось против него. Он обвинялся в воровстве и был ведом в суд, как будто похитивший золотой кубок. Но так как он не сознавался за собой, ничего подобного не сознавал, то и не скорбел из-за этого и говорил, что он терпит это не из-за того, в чем его обвиняли, из-за чего велись связанным, а за то, в чем никто не обвинял и не требовал отчета, за что никто не влег его в суд. Лучше же, над что он теперь не дерзнул, в том именно он сам делается и уликою против себя и обвинителем. На него напала совесть, и он с такой безбоязненностью, проливший кровь брата и нисколько о том не печалившийся, теперь делался и сочувствующим брату, и обвинял в сон участвовавших с ним в кровопролитии, и трогательно рассказывал о всей жестокости, говоря, когда он очень просил нас, и мы презрели горе его и скорбь души его. Достаточно было природы, говорит он, чтобы смягчить нас и склонить к состраданию, а он еще присоединил и слезы, и мольбу, но даже и этим не склонил нас, мы презрели горе его и скорбь души его. За это, говорит он, нам приготовлено судилище, за это мы рискуем кровью, так как и мы согрешили против крови. Так Иуда, не вынося обличения совести, устремился к петле и окончил жизнь через повешение. Когда он дерзал на ту бесстыдную сделку, говоря, что мне дадите, я предам вам, то не сцедился слушателей, что, будучи учеником, он замышлял такое злодейство относительно учителя, не был опечален, и следующий затем до предательства дни, но, будучи еще опьянен удовольствием сребролюбия, не особенно чувствовал обвинение совести. Но когда он совершил грех и взял деньги, и удовольствие от корысти кончилось, а обвинение за грех наконец зацвело, тогда, несмотря на то, что никто не принуждал его, никто не заставлял, никто не убеждал, он пошел сам с собою, пренебрежением, бросил деньги, давшим их, и признался в своем беззаконии, говоря слух им, предал я кровь неповинную, согрешив, так он не вынес обличение совести. Таково свойство греха, прежде чем он совершен, он опьяняет своего пленника, а когда бывает приведен к исполнению и совершен, тогда приятность его уходит прочь и потухает, а стоит уже один только обвинитель, причем совесть занимает место палача, и терзается грешившего, предъявляет ему крайнее наказание, и давит его тяжелее всякого свинца. 628. И такого рода наказания здесь, а каковы наказания будут назначены совершившим такие злодеяния в будущей жизни, ты знаешь, о них поэтому надо проливать слезы, о них следует плакать, потому что и Павел делает так, радуясь вместе с переносящими бедствия, и состязающимися, и испытывающими несчастье, а согрешающих оплакивая. Поэтому он и говорит, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. 2 Коринфянам 12, 21. Состязающимся же он говорил, радуюсь и сорадуюсь вместе с вами. 3 Коринфянам 12, 21. Поэтому ничто, но не смущает тебя, ни случившееся, ни впредь угрожающее. Волны ведь не колеблют скалы, но чем с большей стремительностью ударяются об нее, тем сильнее разбиваются. То же самое случилось и впредь, и случится и здесь. Лучше же даже гораздо больше. Волны не колеблют скалы, тебя же не только и не поколебали, но и сделали еще сильнее. Таков порог, такова добродетель. А один воюя уничтожается, а другая подвергается нападению и сияет еще сильнее. Одна получает награду не только после состязания, но и во время самых состязаний. И самое состязание для нее становится победной наградой. А другой, когда победит, тогда еще более опозоривается. Тогда наказывается, тогда исполняется великое бесчестие. И прежде назначенного ему наказания терпит казнь в самом деянии, а не только после его совершения. Если слова мои не ясны, то выслушай блаженного Павла, который различает и то, и другое. Писав некоторым римлянам и обличая безнравственную жизнь некоторых, и показывая, что и прежде наказания в самом уже деянии соединяется с наказанием, он, вспомнив о противозаконных смешениях женщин и мужей, приступивших к границе природы и выдумавших некоторую неестественную страсть, говорит следующим образом. Римлянам 1.26 Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Что говоришь ты, Павел? Ведь дерзающие на это находят удовольствие и совершают это противозаконное смешение с любовью. Как же ты сказал, что они наказываются в самом уже этом деянии? Потому, говорит он, что я высказываю осуждение не на основании удовольствия больных, а на основании самого существа дела. Так и прелюбодей, хотя и находит, по-видимому, удовольствие, еще прежде наказание за свой поступок, терпит казнь в самом прелюбодеянии, делая душу худшую и более дурною. И человек-убийца, прежде чем увидеть судилище и заостренные мечи и дать ответ в том, на что он дерзнул, погиб уже во время самого совершения убийства, так как и он опять делает свою душу более дурною. Чем бывает болезнь в стиле лихорадка или водянка, или что-нибудь другое в этом роде, чем бывает ржавчина на железе, моль на шерсти, червь на дереве и черви на рогах, тем же является и порог в отношении к душе. Он делает ее рабской и несвободной. Да что я говорю рабской и несвободной. Он делает ее душою бессловесных, превращая одну душу в волка, другую в душу собаки, иную в змеи, иную и хидны, иную в душу другого зверя. Это разъясняет пророки и всем поставляет в известность происходящую вследствие порока перемену. Один из них говорит «Псы немые, немогущие лаясь» Исайя 56, 10 «Сравнивая испорченных и тайно злоумышляющих людей с бешеными собаками, потому что последние, когда приходит в бешенство, нападает не с лаем, а подступает в молчу, причиняя укушенным больше вреда, чем лающие. Другой опять называл известных людей вороною. Иной говорил «Человек, который в чести неразумен, подобен скотам несмысленным». Превосходнейший же из пророков сын неплодной, стоя под Леордана, некоторых назвал и змеями, и порождениями их идн. Что же может быть равным этому наказанию, когда происшедший по образу Божий и вкусивший столь великой чести, когда разумное и кратчайшее животное впадает в такое зверство? 629. Видишь, как и прежде получения наказания порог в самом себе имеет наказание. Пойми, как тоже бывает в отношении к добродетели. Как и добродетель прежде получения наград бывает себе самой наградою. Подобно тому, как бывает в теле. Ничто ведь не препятствует опять воспользоваться тем же самым примером. Так как он хорошо разъясняет дело, подобно тому, повторяя, как бывает в теле. Что тот, кто здоров, опадает крепким телом и свободен от всякой болезни. В силу этого самого и без веселья уже веселиться, в здоровье находя радость. И ни перемены в воздухе, ни зной, ни холод, ни скудость встала, ничто другое в этом роде не может опечалить его. Так как здоровье в состоянии отстранить от него происходящее от всего этого вред. Так точно случается обыкновенно в отношении к душе. Поэтому и Павел, будучи бичуем, гоним, терпя бесчисленные несчастья, радовался, говоря так, радуясь страданиях моих за вас. Не только в Царстве Небесном назначена награда за добродетель, но и в самом страдании, потому что и потерпеть что-нибудь за истину величайшая награда. Вот почему и сон апостолов с радостью возвратился из иудейского Синедриона, не только по причине Царства Небесного, но и потому, что за имя Иисуса сподобились принять бесчестие. Так как это и само по себе было величайшей честью и венцом, наградой, основанием неувидающего веселья. Итак, радуйся и ликуй. Подлинно, немало, но даже очень много и великое это состязание с клеветой, в особенности, когда оно бывает вследствие такого великого обвинения, из-за какого теперь оклеветали нас, обвиняя в поджоге в общественном судилище. Потому и Соломон, желая изобразить суровое состязание, говорит, видел я оклеветание, бывающее под солнцем, и вот слезы оклеветанных и не было утешающего их и крестья сестерий один. Если же борьба велика, она и на самом деле велика, то и назначенный за нее венец очевидно очень велик. Поэтому и Христос повелевает радоваться и ликовать ведущим эту борьбу с подобающим терпением. Радуйтесь, он говорит, и ликуйте, когда будут поносить вас и всячески неправильно злословить за меня, ибо велика ваша награда на небесах. Видишь, виновниками какой радости, какой награды, какого веселья бывают у нас враги, Матфея 5.11. Не странно ли поэтому устраивать себе самой бедствия, каких не было в состоянии причинить тебе те, а причинили лишь противоположно им. Что же такое я говорю? Те не только не были в состоянии наказать тебя, но доставили тебе еще повод к радости и предлог к неувидающему веселью, а ты до такой степени муча себя унынием наказываешь себя, расстраиваешься, смущаешься и исполняешься большой печали. Это следовало бы тем делать с собой, если бы только когда-нибудь они пожелали познать свои собственные пороки, тем справедливо было бы теперь горевать, плакать, стыдиться, закрыть свои лица, зарыться и не видеть этого солнца и заключившись где-либо во тьме, оплакивать свои пороки и те бедствия, в какие они ввергли столько церквей, а теперь должно веселиться и радоваться, потому что ты достигла обладания главой добродетелей. Ты ведь знаешь, знаешь ясно, что нет ничего равного терпения, что оно в особенности царица добродетелей, основание совершенств, безмятежная пристань, мир во время войн, тишина во время бури, безопасность среди злоумышлений, знаешь, что оно делает обладающего им крепче адаманта, что ему не в силах повредить ни выдвигаемое оружие, ни построенные в боевом порядке войска, ни подводимые машины, ни стрелы, ни пускаемые копья, ни самое полчища демонов, ни страшные полки супротивных сил, ни сам дьявол, выступающий в бой со всем своим войском и хитростью. Чего же ты боишься? Ради чего страдаешь ты, которая научилась презирать даже самую жизнь, если потребует время, но ты желаешь увидеть конец стеснящих тебя несчастья, будет и это, и будет скоро при Божьем изволении. Итак, радуйся и веселись, и находи утеху в твоих добродетелях, и никогда не отчаивайся в том, что мы опять увидим тебя и напомним тебе об этих словах.